Всем привет! Меня зовут Анна Капитанова, я косметолог, директор Института красоты. И это моя разрывная задница рубрика «Разгром ухода», в которой я разбираю уход звезд по вашим запросам и популярно объясняю все их ошибки. Погнали! Недавно на Vogue вышло очень крутое интервью Хлои Морец. В России она не так известна. В прошлом году с Хлоей Морец вышел сериал «Периферийные устройства», и когда я смотрела ее уход за кожей, я поняла, что это идеальный пример того, как не надо делать, если у тебя проблемная кожа. Погнали! Я буду коротко пересказывать видео, потому что оно на английском, и в самом начале Хлоя показывает нам утренний уход и говорит, что начинает она типа с оливкового масла. Она, в принципе, говорит, что раньше у нее было кистозное акне, она принимала акнокутан, это системный ретиноид. Он принимается внутрь, его назначает врач, и вообще он ей не помог, по ее словам, и она решила типа быть натуральной и использовать оливковое масло. И после того, как она типа начала использовать оливковое масло, прыщи у нее начали исчезать в течение двух-трех месяцев. Окей! Давайте начнем с того, что оливковое масло вообще, в принципе, не может помочь с акне, тем более с кистозным акне. И я немного погуглила и увидела, что в интервью Allure в 2016 году Хлоя говорила, что в итоге с акне ей помог именно акнокутан. Интересно вообще, почему она сейчас это отрицает и говорит про оливковое масло. Ладно, масла в чистом виде для кожи, это вообще довольно сомнительно. Если их использовать долго, то можно высушить себе лицо, потому что никаких увлажняющих компонентов в маслах нет. Оливковое масло в контексте проблемной кожи с акне, это вообще штука максимально вредная из-за того, что у нее жирно-кислотный состав. Я не буду углубляться в подробности, тема сложная, если коротко, то в контакте с проблемной кожей оливковое масло реально разрушает защитный барьер кожи. Из-за этого как раз акне обостряется еще сильнее. Так что, пожалуйста, не используйте оливковое масло в чистом виде на коже, даже если вы актриса Хлоя Морец. Смотрим дальше. Хлоя говорит, что она не могла избавиться от маленьких прыщиков на щеках, пока использовала обычные неодноразовые полотенца и не меняла регулярно наволочку. Меня часто спрашивают об этом в моем директе, кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Да, в этом реально есть смысл. Если у вас акне, если у вас проблемная кожа, меняйте ваши наволочки чаще и подписывайтесь на меня в инстаграм и в телеграм. Ссылка будет внизу, потому что у вас будет максимально идеальная кожа, это я вам просто гарантирую. Вообще использовать одноразовые полотенца не обязательно, это не очень удобно. Вот такие полотенца, как Зева, которые достаешь из коробки, остаются они на мокрой коже. Некоторые используют почему-то кухонное полотенце в рулоне. Девочки, этого вообще использовать и делать никогда нельзя, потому что оставьте кухонное полотенце для протирания ваших огурцов и помидор. Можно не психовать и использовать обычное махровое полотенце для лица белого цвета и стирать его каждую неделю, как и наволочку. Дальше Хлоя снимает масло с лица полотенцем и использует клинзер на основе рисовой пудры. Так, глянем сейчас, что там в составе. Вообще это чистая рисовая пудра, точнее отруби. Сложно сказать по видео, какой там помол, если крупные, то частички могут реально царапать кожу. Это примерно как скраб с абрикосовыми косточками на ежедневной основе. Вообще рисовая пудра и уптаны это такие порошки для умывания на основе всяких трав, муки, глины. В качестве средств для умывания они просто максимально сомнительны. По сути, они очищают за счет физического трения и каких-то абсорбирующих свойств пудр. Не знаю, мне кажется, что сейчас на рынке столько классных средств для умывания. Мы не в 16 веке и мы не индусы. Так что уптанами, гидролатами можно точно не тереться, девочки. Наука ушла далеко. Дальше Хлоя использует два серума. Первый это какой-то органический грейпфрутовый серум. Мне кажется, что в интернете у этого серума указан неполный состав. Потому что, судя по всему, это органический серум на основе масла шиповника, жажаба с эфирными маслами. Стоит это все 50 баксов. Я бы потратила 50 баксов на 3 банки, которые эффективнее точно будут раз в 10. Эфирные масла в косметике вообще это очень сильные аллергены. С проблемной кожей их использовать просто нельзя. Да и в принципе в составе этого серума нет, честно говоря, вообще ничего интересного. Второй серум стоит уже 90 баксов за 15 мл. В составе опять разные масла. Я произвожу косметику, маленький автоп. И я знаю, что масла, в принципе, хорошие, это не самый дорогой ингредиент состава косметики. То есть смешать какие-то эфирные масла или просто растительные и запросить за 15 мл 90 баксов, это как бы как нефиг делать, но это чистый просто маркетинг. За такую цену можно найти, не знаю, 3 крутых средства, которые будут гораздо эффективнее. Тот же Бабар в пересчете на миллилитры стоит дешевле. Хотя это самые дорогие, в принципе, ампульные сыворотки в мире. Дальше Хлоя использует ролик для лица, окей. Это неплохо убирает отеки, но вообще ничего сверхъестественного, просто ничего. Я, кстати, напомню, что вместо роллерного массажа роликом вы можете взять 2 обычные ложки, чистые, конечно же, подержать их в холодильнике и получите такой же эффект. Переходим к уходу за зоной вокруг глаз. Ну, Хлоя наносит 2 крема. Первый это крем с витамином С и церамидами. Ну, посмотрим состав. В принципе, хороший плотный крем с большим количеством масел, гиалуроновой кислотой, с церамидами, со стабильной формулой витамина С. Там есть еще лецитин. Это ламеллярный эмульгатор. Ламеллярные эмульсии вообще, они максимально близки к строению нашей кожи. Это отличный крем. Но так как до него была сыворотка с маслами, масла ничего не пропустят. То есть эта последовательность была совершенно глупая. Второй крем у нас с экстрактом кофейных зерен, с маслами и еще с одной стабильной формой витамина С. Зачем две формы витамина, вообще не понимаю, наносить друг на друга? Масла все уже перекрыли, ничего не пройдет дальше. Потому что у масел очень высокий размер молекул. Это крупномолекулярные компоненты. И они ничего практически не пропустят. Но окей. В жизни Хлои Морец не была Анны Капитановой. Благодаря кофеину вообще кофеин должен неплохо справляться с отеками. Правда, не понимаю, зачем наносить два крема. Это какая-то дичь. Но после сыворотки за 90 баксов я уже ничему не удивляюсь. Давайте уже наконец досмотрим ее уход. Хлоя наносит сначала увлажняющий крем. Крем и говорит, что нужно наносить сначала серумы, сыворотки. Потом масла. И потом увлажняющий крем. Вообще спорная идея. Абсолютно неправильная. Потому что базово уход нужно наносить от самой наименее плотной текстуры. Запоминайте, девочки. До более плотной. То есть, если уж ты используешь масла, что лучше вообще не делать, то уж наноси их на крем. А под кремом клади сыворотку, создавая пленку. То есть, масла сделают пленку, не дойдут влаги испаряться. Хлоя использует два крема. Вообще непонятно зачем. Первый это крем от Лансер. Он для нормальной комбинированной кожи. Ну, неплохой такой базовый крем. В нем сковалан, пептиды, гиалуроновая кислота. Вообще ничего сверхъестественного. И дальше она наносит просто, ну, жесткий крем. Если у вас акна, проблемная кожа, не используйте его. Веледа Skin Food. Это очень жирный крем на маслах, на восках. И он еще и с эфирными маслами. То есть, тут уже количество масел зашкаливает просто на ее лице. А потом, я могу догадаться, Хлоя приходит к своему косметологу каждый день. И не понимает, почему у нее прыщи и вообще проблемная кожа. Это очень сомнительное средство для проблемной кожи. Вообще, даже после акна Кутана. Да, после всего. Такие кремы неплохо работают в мороз. На сухой коже, которая трескается от холода. Которая сухая по своему типу. Но использовать его постоянно, а еще поверх кучи масляных сывороток и другого крема, это просто перебор. Также в конце она наносит солнцезащитные капли от Барбары Штурм. Тут вопросов нет. Главное нанести их в нужном количестве. Продукт, в принципе, неплохой. Вообще, что я хочу сказать в качестве вывода. Это прямо, знаете, явный пример, как делать не надо, когда у тебя проблемная кожа. Вообще, нет полезных активов. Типа ниацинамида, кислот, витамина С, ретинола. Это какое-то совершенно бессмысленное, нелогичное наслаивание средств. Какие-то рекламные банки, которые, видимо, попали ей по контракту. Зато практически все органическое, в кавычках, чистое и равно неэффективное. Я выступаю за более осознанный и продуманный уход и учу этому вместе с преподавателями моего института. И если бы Хлоя пришла к нам, то она избавилась бы от акной и проблемной кожи, ну, я думаю, где-то за две недели. В принципе, как это делают все мои девочки, до-после вы можете увидеть. Поэтому я вас всех, девочки, очень прямо настойчиво приглашаю на свой бесплатный онлайн-урок. Как стать самой себе косметологом. Проходите по ссылке ниже, и мы будем учиться осознанному крутому уходу вместе. И там как раз я расскажу, как подбирать самостоятельно базовый и специальный уход.